Ребят, всем привет! Вы на канале ГАЗ. И я очень рад, что вам нравятся разговорные форматы, когда я выражаю свое мнение. Поэтому попробуем очередной топ-5 моментов или событий, которые случились у нас в МФЛ-4. Попрошу сразу вас поставить лайк, написать комментарий, а мы начинаем. Пятое место для меня это вылет двух грандов медийного футбола, Амкала и Тудротс. Если для Тудротс сезон все равно удачный, им покорился МКС. МКС достаточно хорошо и далеко прошли в Кубке России. И вылет от команды Василия Уткина, наверное, это случайность. Проиграли в серии Булеталити, хотя в игре выглядело лучше. Забили два гола, которые отменили из-за офсайда. Поэтому для Тудротов все-таки сезон удачный. Если мы говорим про команду Германа, то вылет от Файт Найтс в 1-4 финала, когда Амкал был явный фаворит, и команде уже пророчили чемпионство после вылета тех же Дротов и Родины Медиа. Но незрачная игра, и то поражение я, наверное, никак не могу объяснить, так же, как и вы, болельщики. Сейчас уже начались перестановки в команде. Это и новый тренерский штаб, это и уход ряда футболистов, которые были в команде. Так что будем наблюдать. И это заслуженное пятое место. Четвертое место для меня это трансфер Артемия Форза Резора из Амкала в Чисто Питер. Если вы играть хотите, то идите в Чисто Питер. Это Питер, Форза. Ну что, идете? Все говорили, и команда Берегов Невы, что Форза будет играть. Форза шел за игровой практикой, плюс большая помощь его как медийная составляющая, как медийная единица. Но по факту Артемий получал шансы. Но то игровое время, на которое он рассчитывал, наверное, не получил. Как я этот трансфер видел, я думаю, что очевидно из того, что досрочно он закончился по моей инициативе, что иначе, чем он выглядел на самом деле. Начиная как бы с того, что я очень хотел плотно поработать с Владиславом Николаевичем Радимовым. Немножко, может, я там идеализировал себе. Наверное, я думал, будет как в Амкале, только с новым видением каким-то. И, насколько я помню, у нас было только одно теоретическое занятие, и то, по-моему, во время стыков. Возможно, себе немножко большего, скажем так, вовлечения. С тактической точки зрения, с его стороны, я себя ожидал. По поводу игрового времени, что стало основным камнем преткновения тоже. Ваше задание – это ваши проблемы. Мне показалось, что мне прям пророчат огромное количество игрового времени. И когда я говорю огромное количество игрового времени, это, типа, в диапазоне от 70 до 90 минут. Я играл больше, чем 0, это факт. Вот, поэтому в этом смысле я как не могу докопаться ни до кого. Просто, опять же, немножко иначе мне обрисовывали мое игровое время, типа, заранее. Вот, потом, ну, не получилось и не получилось. И уход в середине, можно сказать, турнира, в последней игре группового этапа, десяткой, тому подтверждение. По середине сезона решил уйти, ну, просто по причине того, что я не видел причин для того, чтобы находиться в команде дальше. По каким-то вот пацанским понятиям, по которым я должен быть с командой до конца, стоит ли мне затрагивать, например, финансовый вопрос, который мы обсуждали, изначально который должен был быть одним, а по итогу мне было предложено в три раза меньше. То есть я должен думать обо всех, блядь, а, ну, на мои какие-то желания и прежние договоренности можно класть болт, не тратить там еще лишнюю, например, неделю или две на поездки на два города, жить там, блин, в квартире, где у меня нет горячей воды, где у меня нет кровати. Единственное, что из этой ситуации я для себя как бы выношу, это, естественно, опыт. Опыт, в первую очередь, для дальнейших переговоров моих. Буду теперь значительно меньше идти на уступки, прописывать абсолютно все, каждое условие, которое было оговорено. Было, честно говоря, обидно очень, что мы даже медийно прям плотно не смогли посотрудничать. Я в скольки там не считаю футбольных роликов с интервью, да, где в конце матча. Я в одном ролике только принял участие за полтора месяца. Так что чисто Питеру удачи и медийно, и футбольно. Я уверен, что сейчас бюджеты выросли, и есть, типа, деньги на, в том числе, более сильных футболистов. Команда, которая у них отвечает там за организацию, за продакшн, исключительно, как бы, ну, фулл респект ребятам, суперклассные все, вот, и очень талантливые. А так, да, удачки, как говорится. Увидимся. Артемий вернулся благополучно в родные пенаты, в Амкал, и для меня это четвертое место. Беги, Форза, беги! Кстати, пока у всех на дворе холодный и скучный ноябрь, у моих корешей из тенниси начался бонусябрь. Это месяц, когда каждый день вы можете выполнять различные задания и получать плюшки в виде пополнения бонусного счета. Все просто, регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии, потом переходи в раздел бонусы и выполняй задания. Промокод ГАЗ, как всегда, тебе в помощь. Всем удачи! Третье место я хочу отдать командам открытиям и команде дебютанта. Это я говорю про чисто Питер, Fight Nights и Эгресси. Давайте начнем с петербуржцев. Петербуржцы прошли стыки, петербуржцы вышли из не самой простой группы, где были фавориты на этот турнир и Тудроц, и Десятка. Проиграли лишь в одной восьмой финала Fight Nights по Булеталити. И в целом, с точки зрения медийности, генерировали очень много контента. Я хотел Тудроц! Я некий, я звезда, и я зажопил трек. Могли бы вместе хайкить, но такой я человек. И для меня это команда открытия. Переходя к Fight Nights, также команда показала достойный результат. Команда заняла третье место в своей группе, но кому они уступили? Финалистам Титану и Брокбойс. Дальше их ждал Чисто Питер в одной восьмой финала, где они показали характер и забили гол сначала за три минуты до конца. А потом выиграли в серии Булеталити. Обыграли Амкал в классном стиле по игре 2-0. И в целом команда Гаджиева в этом сезоне была очень уверена. И в следующий сезон, я думаю, что они будут одним из фаворитов. Переходя к команде Василия Уткина, Эгреси. Команда, которая всех удивила. Команда, которая могла не выйти из группы, где Василий Уткин и красил волосы, и говорил, ребята, Эгреси в моем сердце, вы должны выиграть. Дальше тяжелая игра в одной восьмой финала, где Эгреси выигрывает на характере. И в одной четвертой. Дроты, где также команда отстояла, выстояла и использовала свой шанс в серии Булеталити. И прекрасная игра в полуфинале против Броуков. Мы помним тот матч, что за первые две минуты команда пропустила два гола, которые отменили за офсайда. И в целом Эгреси было очень тяжело. Но за них уже болело как будто все комьюнити. В том тайме вы вовсе остались десятером. О, эта карточка, причем красная. Все, Эгреси будут доигрывать в меньшинстве. Но последняя атака, пенальти. Разбег, удар! Интереснейшая кульминация, где Эгреси чудом не выиграли Броуков Бойс и не вышли в финал. Все те же Булеталити. Если Зириков берет Броуков в финале, удар! Броуков Бойс, финалист! И команда Уткина уходит бороться за третью строчку, где они и выигрывают. Вадим Смельчугов сближается с вратарем. Лукич играет по игроку. Удар! Гол! 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 Эгреси! Третье место в четвертом сезоне Медиалиги! Эгреси – команда характер, команда открытия. Все эти клубы получают от меня третью строчку в нашем топе. Второе место – Аут Алишера в финале МФЛ-4 между Броуков Бойс и Титаном. Когда весь стадион кричал «Алишер, выбей в Аут, выбей за бровку!» Кричал тренер, кричали партнеры. Но эго одного из самых шумных трансферов взяло над ним вверх. Он пробежал, протащил, ударил руки вратарю. И это все не зря. Мы получили лучший финал в истории МФЛ. И, возможно, в истории десятилетия. Я не могу себе представить такое в современном футболе. Ведь время кончилось, и ты уже чемпион. На тебя надевают медали, ты поднимаешь кубок. Но здесь идет обратная атака Титана. Которые получают шанс на угловой. И моментов-то у команды не было. И здесь превосходный удар. Последний эпизод в сторону Шеплякова. Момент для удара. Гол! 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 А дальше серия «Булиталити». Но есть еще один момент. Есть еще один незавершенный эпизод в этой встрече. И вот он булит. И вот он булит! Титан-чемпион! И Титан-чемпион. Сезон овернуем медийной футбольной лиги! Великая страшная трагедия Рахимова. Поэтому аут Алишера второе место в нашем топе. Ну и первое место. Это победа Титана. И личная история Вася Маврина. Начнем с команды Титан. Все мы помним, как в прошлом сезоне они заходили одними из фаворитов. Обещанный продакшн. Трансфер Кутуза. Сыгранная команда. Но ранее вылез в плей-офф. Сейчас команда с прекрасным тренером, прекрасным коллективом добиваются победы. Я думаю, что ключевым игроком как раз был Вася Маврина. Его история показывает, как один человек может изменить ногу. Сколько он сделал контента для Титана. А в медиафутболе это важно. Какой он был на поле. Какой он был за поле. Везде лидер. А его перформансы в серии «Булиталити» они прекрасны. Эта история показывает, как один человек может влиять на коллектив и на команду. Вася сделал все для медиафутбола и получил свою заслуженную золотую медаль. Мы помним, как он говорил, что я больше никогда не буду играть за Амкал. Но с Амкалом он очень близок. И его появление у Германа на канале в проекте «Хочу вам Кал» это доказывает. Возможно, Вася Маврин вернется чемпионом в стан красно-черный. И это будет совсем другая история. Ну а пока Титан и Вася Маврин заслуженное первое место в нашем топе. Ребята, надеюсь, вам понравился этот топ. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, какой момент или события должны сюда были попасть. Призываю вас поставить лайк, написать комментарий. А вам большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok